Привет YouTube! Сегодня в Сан-Франциско состоялась официальная презентация полностью электрического кроссовера Audi e-tron. От этой модели многие, в том числе и я, ждали если не революции, то по крайней мере чего-то инновационного, ведь Audi это двигатель прогресса. И да, действительно, немцы приберегли пару козырей, речь о которых пойдет ниже. Но чтобы понять насколько e-tron хорош, нужно понимать с кем автомобиль будет конкурировать и какие преимущества и недостатки у него есть на фоне конкурентов. Одним из главных оппонентов на домашнем рынке является Mercedes EQC, который формально дебютировал на две недели раньше новинки. Но к своим покупателям EQC попадет лишь летом, в то время как новенький e-tron уже стал на конвейер. Так что 1.0 в пользу Audi. Внешность новинки была нарисована с использованием нового дизайнерского языка компании, который уже опробовали на новеньком Q3. Получилось довольно свежо, интересно, но при этом узнаваемо. Так что новый e-tron вряд ли можно с чем-то спутать. К тому же в Audi решили отказаться от пластиковой заглушки в пользу классической решетки радиатора, которая имеет прорези для обдува последнего. Так сразу и не поймешь, что перед тобой электрокар. Новинка базируется на уже знакомой по Audi Q8 модульной платформе MLB Evo с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой. Что касается технических характеристик, то здесь все очень неоднозначно. Силовая установка электрокара представлена двумя асинхронными двигателями, которые суммарно выдают 408 лошадиных сил и 664 ньютонометра крутящего момента. Для сравнения Mercedes EQC располагает схожей мощностью, но вот крутящего значительно больше – целых 765 ньютонометров. К тому же пиковую мощь E-Tron может выдавать не более одной минуты, после чего показатели снижаются до базовых 360 лошадиных сил и 560 ньютонометров крутящего момента. С одной стороны, такая хитрость должна позволить сэкономить на расходе энергии, и в теории автомобиль должен иметь рекордный запас хода среди конкурентов, но на практике все так же, как и у остальных – 400 километров от одного заряда. И даже более емкая батарея на 95 киловатт-часов против 80 у Mercedes EQC не спасает ситуацию. Разгон до сотни составляет менее 6 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 200 километров в час. Как и оппоненты, новый E-Tron оснащается полным приводом. На презентации очень много внимания было уделено низкому центру тяжести, что способствует хорошей управляемости и рекордно малому коэффициенту лобового сопротивления – всего 0,28. Также представители компании говорили много о продвинутой системе рекуперации, которая способна возвращать до 70% потраченной энергии. Таких показателей удается добиться за счет того, что система связана напрямую с электрогидравлическим тормозом. Так что в 90% случаев, когда вы жмете на педаль тормоза, автомобиль восполняет запасы энергии. Заявленные значения являются рекордными в автоиндустрии. Также на презентации было уделено много внимания новым виртуальным зеркалам. В Audi решили отказаться от обычных и использовать вместо них камеры, которые выводят изображения на два 7-дюймовых дисплея, способные работать в трех режимах. Правда, доступны они будут только для японского рынка. Также e-tron получил большой багажник в целых 600 литров против 500 у Mercedes EQC. В базе автомобиль будет оснащаться пневмоподвеской, а также возможностью быстрой зарядки батареи. Инженеры компании обещают, что за полчаса вы сможете зарядить батарею на 80%, что очень впечатляет. Цены на новенький e-tron в Германии стартуют с 80 тысяч евро, в то время как Jaguar I-Pace отдают за 78 тысяч. Давайте же подведем итоги. Audi e-tron получился довольно компромиссным продуктом. С технической стороны он мало чем отличается от недавно представленного Mercedes EQC и даже в чем-то ему уступает. Да, на стороне e-tron такие технологии, как продвинутая система рекуперации и виртуальные зеркала. Если первую нужно еще проверить в полевых условиях, то зеркала и вовсе не будут доступны на нашем рынке. Так что же такого может предложить e-tron, чего нет у конкурентов? Помимо другой внешности и бренда, честно сказать, мне трудно дать ответ на этот вопрос. К сожалению, в этот раз Audi меня не впечатлило. Может я просто привык возлагать большие надежды на этот бренд? Тем не менее, до следующего лета, пока не поступит в серию EQC, у Audi есть время усилить позиции на новом для нее рынке, что несомненно является очень серьезным преимуществом. Ну это был канал KingDrive, подписывайтесь, ставьте лайки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok